Чем торцовые отличаются от остальных голубей? Голуби – это первые пернатые, которых приручили люди. На сегодняшний день известно множество видов, которые отличаются по особенностям внешнего вида, приручаемостью и даже полету. Торцовые голуби – это группа высоколетных разновидностей с характерным рисунком полета. Как было указано выше, торцовые голуби – это группа, которую объединяет схожая механика полета. Благодаря активной работе хвоста и крыльям высота и поверхность полета этих пернатых легко регулируется. Такие птицы способны подниматься на значительную высоту, используя смещение воздушных масс подобно крупным хищным птицам – орлам и соколам. Подъем крыла очень мягкий, плавный, голуби торцовые как бы плывут в воздухе. Но имя этой разновидности принесла особая, торцовая техника полета. Ее можно наблюдать при скорости ветра от 1 до 7 метров в секунду, когда птица не может набрать высоту. Тогда она выравнивается торцом и благодаря крыльям и хвосту координирует свой полет. Хорошо тренированный питомец может находиться в воздухе до 8 часов. Традиционно существуют две породы, имеющие такую механику полета – Николаевские высоколетные голуби и Кировоградские сиреневые. Важно помнить, что голуби серпастые ни в каком виде не должны быть в родословной птиц этого вида. История возникновения Торцовые голуби были выведены в конце 19-го столетия. Они формировались в Украине, возле моря, где дул сильный ветер. Благодаря этому сформировалась уникальная техника полета. Предшественниками считаются те пернатые, которых завезли моряки на эти земли около 100 лет назад. Центр происхождения разновидности предположительно находится недалеко от Черного моря. Николаевские голуби как отдельный подвид сформировались немного позже, ближе к концу 19-го века. Своё название они получили от города, в котором были выведены – Николаев. Птицы города Николая были получены благодаря скрещиванию иностранных видов с местными. Селекционеры выводили птицу, которая могла длительное время выдерживать определенные формы полета. Николаевские голуби – это одна из лучших разновидностей, которая была выведена в Украине. Кировоградские выведены в одноименном городе и имеют куда меньше размер, чем их сородичи. Разновидности торцовые голуби имеют две разновидности – это Николаевские голуби и Кировоградские. Николаевские голуби – это красивые пернатые с тонким, обтекаемым телом, плотным пером и сильными крыльями. У представителей этого вида развивается мощный, густоперенный хвост. Мускулатура крепкая, позволяющая пернатым проводить до 9 часов в воздухе без остановки. Благодаря их характерному виду их также можно встретить под названием голуби Николаевские белохвостые. Длина тела такого животного доходит до 40 см. Стойка имеет угол в 45 градусов. Голова аккуратная, округленная, лоб низкий, плавно переходящий в затылок. Глаза оранжевые или золотистые. Плюв средний, немного загнут, обе части крепко прилегают. Шея с пышным оперением, полная. На хвосте 16 рулевых перьев. Лапы короткие, красно-бурые. Представители этого вида предпочитают исключительно одинокие полеты. Несмотря на то, что воздух птицы часто поднимаются стаями. Николаевские голуби в основном черного или сжаво-черного окраса, однако встречаются и краснорявые представители. Николаевские белые, высоколетные и очень дорогие, длительное время способны находиться в воздухе. Эти неприхотливые пернаты и требуют к себе незначительного ухода. Самое главное, правильно и внимательно подходить к их тренировкам. Среди большого количества положительных сторон у этого подвида присутствуют и отрицательные. Корпус узковат, веки широкие. Бедра и бока окрашены мало. В целом экстерьер слишком массивный. На голове иногда имеется чубчик. Иногда можно наблюдать впалую грудь, редкий хвост, разноглазие и утолчение клюва. Однако эти мелкие недостатки подвида не убавляют его ценность и популярность среди любителей этих замечательных животных. Кировоградская разновидность значительно меньше и ярче своих сородичей. Это разновидность более декоративного вида с характерными элементами торцового полета. Голова удлиненная, плавный переход лба в затылок, глаза оранжевые, шея плотная, с пышным оперением, хвост с 16 рулевыми перьями. Окрасы самые разнообразные. Птицы не держатся в воздухе дольше четвертых часов и не поднимаются на большую высоту, так как их сносит ветер.